И за два дня до вылета он у нас заболевает ветрянкой. Ой, как он человек. Вот. Думали уже продать эту путевку, сдать. Ну, короче, путевку. Ребенка оставили на бабушку. Ну, очень правильно, правильно. Тем более, наверное, за его ничего не платили, наверное? Платили, да. А, и то же? Да, да. Ну, потеряли. А сколько ему лет? Пять. А, пять уже. Ну, да, конечно. Ну, хоть не все потеряли. Да, не много. Ну, там, может, сколько? Тысяч 15-20, может быть. Ну, конечно, много. Все равно много. Но не все. Ну, не все. Нет, это да. Это ужасно. Ну, вот им обещали, пока не знаю. Приедут сейчас, вот, приедут. Вот, наверное, звонили. Хотя мы с ним в Кирпе сразу сказали. Мы звонили и сказали, что мы вам вернем официально. Стоимость. Только единственное, что, как-то, визу, визу сказали. Они говорят, нет, мы вам не сможем вернуть. А у нас в Индию виза нужна? Да, в Индию. На Гуани полетели. Ну, собираюсь на ВВИЗ. А, да, 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 точно. Ну, если вы потом соберетесь, то, ну, без проблем у вас будет, так как в Индию использовали бы там официально запрещено въезд. Ну, как бы никаких проблем потом... Да, на следующий раз останется. Ну, и все равно стоимость визы, это не такие... Ну, это две тысячи, а не 38 тысяч, как они заплатили за это. Сейчас, правда, там была похода плохая, только вот начинают эти дни, только начинает хорошая погода, и ему уже улетать надо. Что делать? Все люди посмотрели, съездили на Красную Поляну. Ну, вчера ездили, до этого съездили первый раз пасмурно, там, говорит, холодно, снег, гуман. А вчера ездили, такая красота, да, вообще. А что, на Красную Поляну обычно, вроде, ездят на лыжи, по кататься? Ну, там и люди катаются, но они-то же просто поехали по путетке, они же на лыжах вообще собирались туда ехать. Просто хотят посмотреть. Прокатились на этих фуникулеров, посмотрели. Ну, я говорю, ну, хотя бы, ну, увидели. Какое-то разнообразие, хотя бы. Ну, а что бы она, говорит, сюда в деревню, сидела бы эти две недели в деревне? Да, сейчас, мне кажется, в деревне лучше, чем в Москве. Нет, в Москве-то лучше, чем в деревне, это лучше сейчас, чем в Москве, да, понятное дело. Но хуже, чем в Сочи, да? Ну, конечно, хуже. Ну, тут сейчас пока делать нечего, я понимаю, там летом, чтобы чем-то заняться, хоть что-то. А сейчас там уже и делаем. Тут, ну, в район-то, ну, там и свежий воздух, подальше от этого коронавируса, от этих... Ну, там тоже свежий воздух, в принципе, там тоже хорошо. Тоже, как-то, таких проблем нету с коронавирусом. А сейчас в Москве, не знаю, там страшно даже вообще. Сейчас вот магазины полные, а то показывали вообще полки пустые. Ну, нет, это все ерунда. Это была паника людей. Да, конечно, паника, я думаю, ну что ж... Выложили весь товар, сгребли, причем сгребли что-то в группы и туалетную бумагу. И, ну, через какое-то время опять выкладывают, опять выкладывают. И опять сметают. Да, там полноса. Ну, сейчас, наверное, все спокойно. Да, это паника, тем более, по интернету начинают рассылки вот эти делать, что ой, 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 закупайте, закупайте. Я еще была того, как у них в роддерегле поругалась много раз. Ну, понимаешь, специально вот панику создают, чтобы люди бежали. Нет, нет, я вот побегу куплю. Попейте, я не побегу куплю. Попейте, ого. Запасаться, потом это выбрасывать. Что есть, говорит, мы с рамки с людьми, с рамлем с вами. Ну, единственное, что плохо у нас, мне кажется, граница очень поздно с Китаем, во-первых, поздно закрыли. Да, и закрыли, они же закрыли ее не на 100%. Да. У нас же лазейки всегда и везде есть. А с Европы народ прилетал, их вообще даже температуру не мерили. Ни в самолете, ни в аэропорту, вот сидят одеты в этих своих, как в масках, комбинезонах, и никому не подходит. Как? Сколько их прилетело с Европы и распространено уже по всей стране? Да, уже по всему миру он распространен, уже не остановить. Да, а у нас чего-то сидели ждали еще. Я, кстати, сегодня общался с медиками. Говорят, что все это пройдет и будет просто... Коронавирус приравнен к определенному группу гриппа. Я думаю, что это будет просто разновидность гриппа. Разновидность гриппа. Все. Естественно. Найдут лекарства, все это сделают. Да, это будет так же. И как было написано, я там читала, что приливка от гриппа все-таки немножко поднимет эмунитет и как бы предохранит этот же воздушный. От коронавируса и какой-нибудь грипп. Так нас уже пугали эболы, птичий грипп, свиной грипп. Таких у нас много было. Но почему именно вот это? Раз в два года происходит. А с каждым годом по нарастающей идет. Там какой первый был, птичий или свиной? Свиной, по-моему. Он был страшный. Птичий еще больше раз дули. Лохорадку Эболы еще больше раз дули все ее боялись. Коронавирус еще больше. Следующая вообще катастрофа будет. Не знаю, какая еще больше катастрофа. Если вообще, действительно, Китай весь вымер, да, показывает. Италия в конце концов все закрыла. Пустые улицы. Но Китай жестко, конечно. Сейчас Италия практически сравнялась по количеству заболевших с Китаем. С Китаем. Примерно. Там тысяч десять разница. Кошмар. У одних восемьдесят тысячи, у других там семьдесят две тысячи. Слушай, слушай. Да ведь и раньше же вот эти вот были, да, Эболы же. Да тоже же пугали нас. Пугали. Но почему-то такого не было. Прямо повального. Кошмар. Трава уже все живут прямо вообще. Тоже страшно. Ветра такие сильные. И травушку начинают сжечь. Да вот только что пришел запрос в Калуге. Ну, я не знаю, стоит заезжать туда не стоит. Может просто мимо проехать. Может человек на трассу выйдет. Если выйдет, хорошо. Ну что, вы спешитесь, да. А интернет нет никакого. А, интернет, да. Ну, сейчас Бабынина. Пожакам еще не проехали Бабынина. То есть за разговорами даже не обратила внимание. Это что? Бабынина проехали или нет? Нет, нет, нет. А, Бабынина? Да. Нет, Бабынина. Нет, нет, Бабынина. Или вот оно только будет. Да, я думаю, даже не заметила. Здесь, наверное, должно быть. Интернет, да, плохой прямо вообще. Я сменила уже, вот, последний вот уже, как можно сказать, оператор, уже на Мегафон перешла, потому что интернет переменил. Вообще перестал цепить. Впереди мобильный пост ДПС контроля разметки. Ограничение 70. У меня Беларин до этого был. Вроде нормально брал. Потом все перестал. Вручную стал выбирать сеть, только Мегафон показывает. Вот пришлось, что на Мегафон перейти. Каллога-Гурьянова 59. Сейчас найду. Там крюк в какой-то 11 километров получается. Алгоритм поездки готов. 44. Наверное, сделаем. Там небольшой крюк будет. Вот, вершок. Прямо 28 километров. Прямо 28 километров. Прямо 28 километров. Прямо 28 километров. Продолжение следует... 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 и почитать эту богатейшую историю, которую имеет этот населённый пункт. В общем, я считаю, что в Дзене там очень хороший ресурс. Там можно получить не только видеоинформацию о маршруте, но и узнать историю. Но это может быть хорошим учебным пособием для тех, кому интересна история нашей страны. Если это вызывает у тебя интерес, я могу выслать ссылку. Там подпишешься и можешь просматривать. Там я комментирую видео вторично, то есть просматривая видео, я ещё добавляю свои комментарии. Разместил там уже больше двухсот серий. В данный момент работаю над видео о маршруте Иркутск-Смоленск без ускорения. Первые три дня мела метель на трассе. Было очень много ДТП. Эти места фиксировал, размещал сканы. Ну и как-то комментировал всё это. Я сегодня оценил качество. Нормально абсолютно. И там вот пока сделали, как говорится, тоже расширили её до платной дороги. Тоже более-менее хорошо делали. Вот и все здесь за дороги. Не знаю, как дальше. Дальше там у Брянской, где они ездили? Да, тоже более-менее нормально. Похоже, конечно, чем здесь, чем эта дорога. Ну, в целом-менее. Ну, там тут не было с ним тоже походу? Да, есть мы с нами одна. Увидится! Тихо – ты! Тихо – тебе остро на дворе Ну, а не укрывай. Ну. Продолжение следует... 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 Но зато вроде всё, уже весна приходит. Да. Рассказай. Скажем мне, где мне эти две? Выходные 15. Это вообще лето, считайте. А ведь уже давно бывало, что в марте было почти за 20, а то в апреле мае холодное другое. Или июне даже холодное другое. Сейчас я проиграл. Продолжение следует... 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 Я ехала как-то не то осенью, не то зимой, но снег, короче, слякоть, это так. Уплатная была вообще не чищенная, ужас какой-то, а не платная, то платная, было холод чисто, дорога была чистая, зубая. А здесь была каша, просто. Вот была, думаю, вот еще уплатная. Да, 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 да. -я-э-э-э-э-э-э-э-э. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Здравствуйте Спасибо Добавил DimaTorzok 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 У нас платные дороги пока есть только на юг и на север, в сторону Питера, а я довольно таки часто езжу на Восток, у меня вообще платных дорог нету. Все дороги в России на 90% в удовлетворительном состоянии. Особенно федеральные трассы там не придраться. На юг там где-то, наверное, где-то с себя что-то сидело бы или нет. На юг где там платные. Платные? Да сразу вот как за МКАДом. На М4. Ну там сколько километров? 60 проехал и платные начинается. Да. И она длится там платная далеко, ну отрывками, отрезками. Но длится она там и за Воронеж, до Ростова, наверное, уже доделали. Отрезками, да когда-то каждый нужно отрезок оплачивать? Да. Ну рублей до этого, до Воронежа доехать, ну рублей 600, наверное, 600-700. Ну зато там хорошие дороги есть, в нашем городе. Ну о-о-о! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...